Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Amarkets, где на ежедневной основе мы постим аналитический контент, конкретные торговые рекомендации, технического анализа, фундаментального анализа и общие новостные сходки, которые также помогают в принятии инвестиционных решений. Впереди, друзья, выходные. В то же время, в субботу и воскресенье, как вы знаете, теперь компания Amarkets предоставляет возможность торговать и криптовалютами. Кому интересно, можете освоить этот рынок для себя. Волатильность на криптовалютных рынках еще более значительная, в разы, точнее, более значительная, чем на традиционных финансовых активах. И если вы все-таки хотите испытать удачу в определении трендов того или иного криптоактива, считайте, что у вас будет возможность сделать это уже в ближайшие дни. Ну а что касается тех, кто более привычен к нагровле традиционными финансовыми активами, впереди выходные. Проведите их хорошо, друзья, следующая неделя. Это куча новых фундаментальных возможностей, за которыми мы вместе продолжим следить, их анализировать и на их основе будем принимать торговые решения. Ну а сегодня, друзья, я попробую все-таки со своей стороны повизуализировать. Надеюсь, те из вас, кто видят вместе со мной в индекс доллара, тоже ждут этот актив на отметке 100 пунктов ровно. И сейчас до этой планки остается совсем чуть-чуть 99.84. Поэтому я замахнусь опять же на то, что до конца текущей торговой сессии мы все-таки, друзья, увидим вот этот психологический рубеж, который нужно сейчас уже протестировать, чтобы двинуть выше. Я за то, что индекс американского валюта будет таким же крепким, как и раньше, то, что он будет расти с учетом той фундаментальной поддержки, которую мы накопили за последние недели. А поддержка, друзья, действительно титаническая, начиная от рынка долга США, казначейские облигации, которые сейчас котируются на отметке 2,65%, это максимум с 2019 года. Перевалим за 2,7% уже будут рекорды за более продолжительный период времени. А при таких темпах роста доходности трежи, как в последние дни, рынку облигаций ничего не стоит сделать, это уже в ближайшие часы. Напоминаю, что рост доходности американских облигаций отражает, по сути, ожидания участников рынка относительно того, как будут меняться процентные ставки. И то, что ралли сейчас идет настолько динамичным темпом, значит, трейдеры действительно ставят на то, что ФРС будет повышать процентную ставку на каждом заседании, для того, чтобы предотвратить перегрев экономики и не допустить еще больше рост индекса потребительских цен. Главными катализаторами роста доллара на этой неделе выступили сначала комментарии заместителя председателя ФРС Лайли Брейнард, которая подчеркнула, что ФРС готов задействовать все инструменты, которые только потребуются для того, чтобы замедлить инфляцию. И она первый, на мой взгляд, чиновник американского регулятора, который начал смещать фокус внимания инвесторов, трейдеров и спекулянтов с процентной ставки на программу количественного ужесточения, то есть на сокращение баланса американского регулятора, который за время пандемии был раздут до 9 триллионов долларов. Это самая настоящая полноценная работа с общественностью, друзья. Нас начали готовить к тому, что эти решения будут анонсированы в самое ближайшее время, потому что готовить трейдеров нужно к этому, ведь меньше всего, что нужно ФРС, это чрезмерная волатильность неподготовленного рынка по факту каких-либо решений. Поэтому давайте поблагодарим в данном случае американский регулятор за то, что они решили все такого рода шаги и действия. И вкупе с ожиданием по росту процентной ставки будем еще и настраиваться на сокращение баланса американского регулятора. Даже протоколы, которые вышли следом за комментариями Лайль Брайнерта, продемонстрировали нам готовность американского регулятора начать сокращать баланс на одном из ближайших заседаний. Уже даже фигурируют конкретные цифры. 95 миллиардов долларов, 60 миллиардов, это сокращение за счет продажи казначейских облигаций, 35 за счет продажи ипотечных. Я бы не сказал, что это прям предельные уровни, хотя есть такое слово, лимиты, вроде бы как определенные. Мне кажется, что если индекс потребительских цен, к примеру, друзья, достигнут 9%, ФРС откажется от термина лимитов и будет агрессивнее сокращать баланс. Поэтому впереди еще более жесткие меры монетарной политики, активности регуляторов в борьбе с высокой инфляцией и для нас период роста курса американского доллара. Также американской валюте и укреплению способствует статистика. Вчера вышел отчет по первичным заявкам на пособие по безработице. Друзья, 166 тысяч новых обращений. Это рекордный минимум, который доказывает, что спустя месяц, когда мы будем анализировать новые данные по Non-Farm Perils, у нас уже копится очень хороший бэкграунд в виде сильных локальных отчетов, которые помогут в целом отрасли, сектору и направлению выйти на хорошее значение. И десертом вчерашнего дня, скажем так, для доллара стали комментарии одного из самых авторитетных членов американского регулятора, помимо Брайнерда и Джерома Паула. Это Булларда, который отметил, что ставка на 0,5% будет повышена с вероятностью 100% на заседании, которое состоится в мае. Так, друзья, по поводу других финансовых активов. Доллар и иена мы покупали и продолжаем это делать. Котировки 124 иены за доллар практически уже сейчас. Ждем обновления многолетних максимумов и движения пары выше 125-126. Очень правильно мы определили тенденцию европейской валюты, потому что ставили на снижение и уже на этом хорошо заработали, потому что пара евро-доллар в моменте котируется на отметке 1,0860 и на евро давит. Слабая статистика промышленного производства, сильный доллар, предстоящие выборы и риск того, что у Макрона в плане набора голосов могут возникнуть проблемы, первый раунд голосования пройдет уже в эти выходные. Поэтому еще раз предупреждаю, друзья, если вы торгуете парой евро-доллар, есть риск открытия с гэпом в понедельник. Но полагаю, что если этот гэп будет, то он будет связан именно с началом реализации сценария, который ранее никто не предполагал, то что Мари Липен реально сможет побороться с Макроном за пост следующего президента Франции. Это риск, это негатив для евро, а для нас еще одна причина не отказываться сейчас от коротких позиций и ждать уже пару евро-доллар в районе отметки 1,07. Доллар канадец 1,2586. Сегодня канадский актив будет в центре нашего внимания, потому что из всех релизов, которые на повестке есть, выделить можно только лишь отчет по рынку труда Канады, который выйдет в 15.30 в московском времени. Это более-менее значимая статистика, которая уже проверена опытом и временем в плане реакции значительных трейдеров на публикацию данного отчета. И я сторонник того, что канадский доллар будет укрепляться, получая поддержку на сильных данных, на высоких ценах на энергоносители и на перспективах ужесточения политики. Поэтому от рынка труда сегодня я жду поддержку для канадца. По прогнозам, рынок труда не разочарует, уровень безработицы снизится с 5,5 до 5,4%, а экономика в целом в прошлом месяце должна была создать от 80 до 100 тысяч новых рабочих мест. Это хороший показатель, друзья. Поэтому цели по паре доллар-канадец на сегодня закрепление ниже планки 1,28. Фондовый рынок США продаем 4492 пункта. Золото тоже правильное направление мы выбрали, поставив на то, что выход из коридора должен состояться. И этот актив может продолжить пользоваться спросом со стороны инвесторов, что вытащит, собственно, этот инструмент выше 1940 долларов за тройскую кунцию. Вчерашний хай, друзья, 1937. Я рассчитываю на то, что сегодня покупатели предпримут еще одну попытку перехватить инициативу продавцов и смогут все-таки закрепить актив выше уровня 1940 долларов. И что касается рынка нефти, 100 долларов за баррель. Реакция рынка снижения бренда и WTI – это решение трейдеров зашортить актив после анонса членов Международного антического агентства о готовности реализовать дополнительно до 60 миллионов баррелей своих стратегических резервов. Но даже этого объема вкупе с ранее анонсированными аналогичными планами США будет недостаточно, чтобы покрыть дефицит предложения, который уже образовался за счет недопоставок нефти из России. Его объем превышает 2,5 миллиона баррелей в сутки. А в лучшем случае члены Международного антического агентства выбросят на рынок до полутора миллионов. Это в лучшем случае. Я уверен, что этого не произойдет. Если мы еще вспомним, что есть риск усиления санкций, эмбарго в отношении антического сектора и голубого топлива, то тогда дефицит предложений на рынке станет еще более значительным. Я по-прежнему склонен полагать, что ниже 100 долларов мы существенно не уйдем, а восстановление может начаться в любой момент. На этом, собственно, все, друзья. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока!